друзья я вас приветствую сегодня рефакторинг номер пять и он такой специфичный начну сначала мне в руки попал код вернее меня попросили посмотреть некоторый код в котором как бы очень сложно было сделать юнитестирования этот метод который мне дали посмотреть очень являлся необходимым для того чтобы покрыть унитестами и выяснилось что есть некоторые правила написания кода для того чтобы можно было этот код покрыть юнитестами своей стороны могу сказать что я уже рефакторинг сделал и вам покажу начальную и конечную реализацию но потом в процессе реализации начальной то есть тот который у меня остался я буду объяснять по пунктам по шагам почему так делается для чего это нужно вам хочу напомнить что подписавшись на канал вы будете получать уведомления особенности поставить и колокольчик ну и тут наверно больше нечего сказать еще скажу самое главное смотрите на самом деле любой код может заставить разработчик делать то что требуется по требованиям прошу прощения за каламбур то есть он будет рабочий приносить пользу но при этом покрыть вы не тестами может быть просто физически невозможно потому что есть некоторые правила как я уже сказал ранее собственно давайте переключаться visual studio я покажу консольное приложение которое было изначально покажу консольное приложение которое уже стало результатом моего рефакторинга покажу что они работали но и покажу что на мою уже натянутый юнитест и покрыт код юнитестами а на то которое было изначально натянуть тесты плохо в общем давайте хватит ринге переключаемся поехали итак у меня есть 4 проекта 2 оригинальных давайте вам для начала покажу из чего он состоит давайте программ смотрите есть в оригинальное приложение есть контроллер в котором есть такой вот метод он такой немножко асинхронный неважно я его сделал синхронным потому что это на самом деле не влияет на тестабилити вот будем считать что это метод контроллера здесь вызывается а собственно игра с энтентификейшн и что здесь происходит давайте поподробнее поговорим для начала здесь идет обращение к базе данных но у меня дб контекст эмулятор я не стал делать оригинальный прям дб контекст просто считается что это дб контекст у него есть профили у профили мы берем get all неважно там каким-то образом какая-то настройка в общем здесь мы получаем список профилей который представляет из себя вот практически один в один там за исключением пару свойств это собственно игра достаточно в общем есть имя пользователя email пользователя и есть название шаблона по которым устроить email для отправки и дальше мы выбираем следующим образом пробегаемся по всем профилям и в зависимости от того какой профиля шаблон выбран мы возвращаем такой вот темплейт в общем-то класс который наполняется и внутри него есть метод давайте покажу этот метод который get body get sub chicks я здесь тоже максимально все упростил как вы видите в общем название шаблона попадает в конструктор складывается сюда и потом есть каким-то образом методе get body подставляется ну и иные иные собственно говоря тоже подставляется вот здесь вот я не вдавался в подробности там более сложное генерирование но суть в том что возвращается здесь в обеих случаях в обоих случаях string и поехали дальше не переключаемся сюда после того как мы выбрали шаблон зависимости от того какой был как называется template name мы идем как раз вот этого шаблона получаем subject тот самый ну то есть заголовок для отправки уведомления и получаем базе ну для в данном случае для мыло для email дальше создается инстанс email sender вот он он и после этого email sender отправляется с наполнением параметров и добавляется список true false то есть вот этот send email давайте покажу это булево значение возвращает правильно типа отправлено мыло или там что-то не хватило там тоже достаточно большое количество проверок ну я вот ограничился это что если мыло не не пришло то мы не генерируем соответственно не отправляем ну вот каким-то вот таким вот простым способом и email sender добавляется список булево значений вот здесь вот как раз видно что это лист и если хоть одно из них было false в данном варианте то мы не отправляем говорим что у нас есть ошибки и выводим это консольное приложение там был логер в общем на самом деле такая простая сильно логика и надо сказать что она работает никаких проблем это не вызывает делалось приложение вот запустилась и здесь видно что мы отправили для пользователя смывом таким-то вот такой саджик такой body и собственно грядь все прекрасно работает давайте это ставим работающим переключимся на то приложение которое я уже за рефакторил сейчас к нему более подробно обратимся ну для начала я хочу его запустить и показать что у нее у него точно такой же это так я не понял запустил я или нет давайте закрою еще раз да вот он запустился и собственно грядь результат абсолютно такой же и теперь давайте посмотрим поподробнее но может быть даже сравнение будем смотреть я не значит получится у меня или нет давайте вот таким вот образом и так у меня есть консольное приложение 3 и здесь вот так сделаем все практически то же самое за исключением того что здесь у меня есть некоторое количество абстракций которые я ввел в приложение давайте я для начала все-таки покажу и так у меня есть контракты это интерфейсы собственно говоря на которые разбили приложение у меня есть менеджер который управляет модификации у меня сервисы которые реализуют эти контракты у меня специальный файл как он на тишин да то есть вот здесь я прокидывал булево значение а здесь я уже использую не тишин да то и я могу показать из чего он состоит собственно говоря это как раз речь про то что я абстрагировался смотрите на самом деле вы здесь вот плохой вариант состоит в том что когда вы будете писать юни тесты то получится что давайте вот так сделаю вас в одном методе который вот здесь вот начинается и вот здесь вот как заканчивается мало того что формируются эти самые так называемые мыло да то есть шаблоны для отправки и еще и отправляются когда вам предстоит это юнит тестами покрывать это будет сложно сделать по давайте пока не будем про это говорить мы просто возьмем это и попробуем сделать вы увидите почему так мне кажется будет более наглядно давайте более подробно поговорим про то как это реализовано итак я использовал юнит контейнер ой депенденции контейнер который любезно предоставил microsoft депенденции джекшн сборку подключил в данном случае я могу утверждать что контейнер то есть использование депенденции джекшн контейнера заставит вас писать правильный код во первых контейнер не пропустит рекурсии во вторых он вам вернет только то что вы в него положили дважды положить в него одно и то же невозможно и вот эти вот ограничения очень дисциплинирует разработчика по поводу того каким образом что и как где использовать я не говорю что при написании для написания хорошего кода который можно покрыть юнит тестами обязательно нужно использовать контейнер нет контейнер использовать не обязательно просто контейнер вас научит складывать в него правильные вещи и брать из него правильные вещи вы научитесь управлять жизнедеятельностью то есть как это object lifestyle когда у вас будет жить правильное количество времени объект в общем контейнер дисциплинирует разработчика понятно что это черный ящик но умение им управлять очень сильно помогает в том числе писать правильный код еще раз для юнит тестов контейнер не нужен это был вопрос и я на него ответил в данном варианте я его использую потому что мне удобнее его использовать и это дает некоторый вариант для абстрагирования да то есть например абстракция данном случае является а емайл сервис это интерфейс а емайл сервис его реализация ну и дальше по порядку про файл сервис дженератор сервис и его собственно гарри их вернее реализации есть у меня на кейшн который никоим образом не абстрагируется потому что мне это не нужно но и в общем то все сводится к тому что когда создал контейнер я могу теперь из этого контейнера правильным образом получить нужные мне вещи понятное дело что контейнер создается в так называемый application root если не читали марка симона прочитайте что это такое вы поймете application root это место где инициализируются все объекты и оно должно быть единственное в вашем приложении в данном случае это стартап если говорить про esponet mvc далее вот в данном случае я получаю напрямую все сервисы из моего контейнера ну потому что это консольное приложение мы грубо говоря вот здесь вот вот здесь вот зарегистрировали эти объекты вы здесь я получаю на одной строчке понятно войск этот это приложение вот это вот можно делать через депендент с инжекшн на примере конструктора и это так работает в правильном месте для моего примера то есть для моего рефакторинга этого достаточно ключевом место я получаю все сервисы в одном месте и дальше я соответственно могу их использовать но вот уже пошло выполнение того самого отправление нотификации и ключевой момент здесь сводится к тому что в первой строчке кода я готовлю эти самые нотификации и у меня для них нужно две зависимости про профили и генератор сервисов а в этой строчке я отправляю нотификации сгенерированные вот в этой строчке суть сводится к тому что когда разбиваю функционал не тестировать его будет проще здесь у меня будет одна логика но вот в этой строчке мне будет одна логика для проверки и для покрытия тестами а здесь будет другая логика и вот эта вторая не сможет без первой сработать и это в общем там дает некоторую уверенность том что меня может сгенерироваться шаблоны но не отправится мыло и собственно говоря наоборот никак не могу отправить мыло без шаблона вот такого типа зависимости когда они собраны на примере вот этой реализации в одном методе в данном случае вот этот вот метод вот как раз и генерирует шаблоны и отправляет сразу причем через for each это протестировать достаточно сложно мы это увидим дальше на примере смотрите раз у меня есть абстракции я могу каждый из этих методов покрыть моками да то есть макетировать его и сказать что не реальный объект вызывать а его заглушку в котором сказать что я в этой завушке хочу получить true например все не больше не меньше и всегда и вот на этом и строится как раз макетировать то есть я все что мне нужно для теста определенного метода покрываю макетами то есть моками так называемыми и говорю в каком моке что вернуть как бы насильно да вот верни мне здесь true и все а тот метод который у меня должен собственно говоря быть протестирован покрытие не тестом я вот эти моки меня где-то меняют но где-то true на false в зависимости от того что приходит в этот метод у меня генерируется информация то есть момент от работы таким образом я могу предсказать потому что я знаю какие параметры пришли ну вот это вот как бы суть и нет то есть более того у моей концепции покрытие не тестами она немножко другая в отличие от того как это было заложено изначально напомню был такой подход и дедит тест-дривен дизайн то есть древен девелопмент прошу прощения вот и в концепции того как она была заложена то есть все приложение разрабатывать при помощи тдд но это было сложно неудобно хотя было на самом деле в некоторых местах очень практично более того это все поменялось со временем и теперь так называемый хейвинг девелопмент который немножко по-другому то есть именно поведение покрывается не тесты то есть если у меня должны быть отправлены тесты должны быть отправлены на email нотификации то это поведение должны быть отправлены то есть отправка нотификации это поведение и вот именно на это накладывается не тест они на то как мне создать объект какие параметры в него положить то есть немножко другой функционал теперь на юнитест так давайте поехали дальше я пошел дебри кстати если вы эти дебри интересны отпишитесь так и напишите дебри нам интересные либо наоборот дебри не интересны лучше больше ну и собственно говоря у меня вот этот менеджер нотификации возвращает какую-то коллекцию я видимо неправильно назвал давайте прыгнем сюда и посмотрим бул а булева значения если хоть один да я это все абстрагировался и инкапсулировал внутри вот этого самого метода ну и если у меня была успешная отправка собственно говоря все то же самое поэтому все это работает так же как и предыдущем примере но тем не менее ребята вот те которые мне попросили посмотреть код смотрите как я разбил на части если вот эти две части можно на самом деле как бы опустить то мой метод метод верней который давайте вот так вот вот в этом приложении вот это мы считаем методом контроллера а в нем вызывается вот этот метод и чуть дальше я покажу а вот здесь у меня то же самое нет от контроля и в нем якобы вызывается вот этих два метода и все и здесь какая-то результат вызывается это все в этот кор внутри заложено там регистрируем контейнер это через конца конструктор этого контроллера якобы но полагаем что если вот этот метод контроллера то вот это контроллер и в конструктор падают вот эти вот как раз все зависимости данном случае их 1 2 3 вот есть и кратко я надеюсь получилось кратко 6 минут почти 7 то вот это примерно вот такой вот подход теперь давайте более глубокое давайте для начала покажу что я сделал некоторое количество юнит тестов быстро кнопка для приключения юнит тестов вот я их сделал пока 5 и дальше я покажу как можно будет их собственно говоря развивать и дальше и масштабировать в том смысле что можно разными задачами покрывать конкретный функционал то есть разными тестами покрывать конкретный функционал давайте проект чуть позже теста вот прошли про них потом итак смотрите что нужно сделать чтобы все заработало для начала я покажу абстракции есть а email сервис он как видите настолько прост что прям совсем никак проще нельзя сделать отправка есть какие-то параметры и все есть генератор почему их разделить потому что отправка мыло это один функционал а генерирование шаблонов на основании других каких-то признаках это другой функционал и их нужно разделить потому что single responsibility и все такое вот это солид вы про это конечно же все знаете и в данном случае я сделал это сознательно для того чтобы меня можно было вот это вот обложить собственно юнит тестами и имплементацию можно сделать по разному у меня может быть айтем плейт генератор какой-нибудь дефолт им плейт генератор или там джейсон там темплейт генератор или щекам там темплейт генератор то есть эта абстракция на дальнейшем может быть как-то масштабирована другие функционал другие платформы в конце концов на другие приложения другие там я могу для тестов сделать тест template генератор и генерировать конкретные шаблоны с конкретными параметрами чтобы проверять что они в юне тесте отработали это как вариант дальше есть ай профайл сервис здесь все просто получение профилей и они из данном случае здесь зашиты теоретически здесь может быть какой-нибудь конструктор ну который может здесь получать там ай профайл сервис там из базы данных или в конце концов сразу дб контекст и я могу здесь вместо вот это вот зашитого вернуть то что мне нужно уже непосредственно из базы данных могу сделать тест профайл сервис и данные загружать например из файла какого-нибудь там текстового или читать из другого сервиса я думаю что здесь тоже все понятно почему эта абстракция тоже нужно но и темплей генератор понятно что генератор может получить бадди и саджик здесь у него есть давайте покажу реализацию покажу все таки реализацию вот я уже показал на самом деле она простая дальше есть ищем менеджер и собственно вот давайте почистим сделаем красоту вот и собственно говоря у меня в эти кейшн ленджер есть два метода один собственно как вы видите готовит эти нотификации для отправки а второй их собственно говоря отправляет и результатом действия одного то что на выходе является параметром для другого это более простой вариант потому что я могу вот эти два метода покрыть легкостью юнит тестом и сгенерировал и для этого и для этого его данные и в общем это и есть абстракция которая позволяет ну даже не это не абстракция если честно говорить это вот segregation да наверное интерфейс segregation наверное если у меня здесь был интерфейс то теоретически теоретически опять же я говорю что можно было препарер какой-нибудь сервис ну давайте напишем правильно я спешу препарай препарай сервис теоретически и какой-нибудь ну например что там нас ай стенд сервис ну какой-то вот не знаю и димаил сервис али емэйл наверное сервис хотя он у меня же есть так на тифай ага вот смотрите у меня здесь уже есть этот на тифай сервис я его сюда прокидываю но теоретически этого можно было не делать а а вот а емэйл сервис сюда и в нем сделать имплементацию как раз в этом методе то есть не прокидывать сюда а вот этот емэйл сервис был бы частью вот этого а емэйл что-то написал все сервис но вот как-то вот так но это я так так в принципе тоже можно было сделать то есть у меня был на тифейшн менеджер был реализовал бы два интерфейса и каждом можно было бы сделать на каждый из этих интерфейсов можно было построить абстракцию ну соответственно тянуть юнитест ну собственно здесь тоже есть повод для разговора можно несколько вариантов предложить рефакторинка уже существующего менеджера но так как он у меня конкретные методы реализуют и они используются в юнитестах я не делал на него абстракцию хотя в принципе можно было сделать ну и собственно то ради чего мы тут совсем все собрались смотрите когда вы пишете юнитест и здесь вот например у меня какой-то юсинки давайте я здесь сейчас создам смотрите начнем с самого начала у меня есть юнитест я сейчас прям покажу вот он notification send я в этом юнитест и создаю фикшер давайте коротенько про фикшер что такое и вообще итак фикшер это фича для xunit для других тестов для других фреймворков которые позволяют написать юнитесты я не знаю какие такие подобные варианты но тем не менее такая абстракция которая позволяет более чистыми писать код то есть есть когда какая-то фикшер сейчас покажу это просто класс грубо говоря который создает инстанс этого самого менеджера которые будут тестировать это собственно говоря позволяет он писать молоки управлять ими ну то есть вынесен функционал по созданию моков в общем некоторых вспомогательных методов в эту самую фикшер более того она инжектится и собственно грязь у меня будет несколько тестов нет несколько файлов в которых я буду тестировать я могу инжектить один и тот же фикшер и у меня будет отработать одинаково правильно то есть данном случае я получаю на выходе notification менеджер и это ст то есть система детест грубо говоря это это на самом деле мне помогает таким образом абстрагироваться от набора данных для конкретного теста то есть и я наверно более просто да в данном случае get profile сервис get какой-то там дженерейс сервис и в общем мне это ближе фрамворк потому что он мне кажется удобным на самом деле уже достаточно давно с ним он развивается он не стоит на месте ну ладно про фикши все теперь по порядку начнем с самого начала то есть грубо говоря у меня вот этот фикшер может быть каким-нибудь в общем то неважно классом или интенсом или вообще методом 10 под тестами которые возвращает это на самом деле рояль не играет и так давайте попробуем написать первый тест я вот прям вот так не давайте я сделаю вот такую штуку и вот в том приложении то есть при том раскладе который был изначально я здесь создан новый файл в той реализации которая собственно гребла мне попалась в руки и покажу что это собственно для такой у меня есть быстрые кнопки я вот так и делаю тест здесь говорю что у меня будет тестироваться юнит менеджер то есть вот создался тот же файл и здесь я уже этот notification менеджер должен вернуть собственно все сводится к тому что у меня допустим это фикша давайте вынесем отдельный класс и вот так вот я сейчас прям все сохраню давайте вообще все закрою начнем с самого начала и так у меня есть юнит тест и вот они на самом деле и теперь я хочу вот здесь вот написать первый тест я пишу тоже достаточно быстро ну вот таким вот образом и чут допустим create что у нас там создали сут до системанды и в данном случае у меня вы здесь вот это система тест должен вернуть что когда открывая программ я вижу что у меня здесь есть метод внутри контроллера то есть я уже должен по идее создать контроллер в котором будет скрытый метод дергать вот этот якобы экшен ну вы помните да мы считаем с какого-то момента что у нас это контроллер это метод и для того чтобы начать тестировать вот этот вот функционал мне нужно создать вот здесь контроль но не вот здесь вернее а вот здесь и вы понимаете что контроллер такая большая абстракция которая лежит в другом фреймворке который называется sp.net mvc и мне подтягивать эту штуку чтобы целиком наполнить данными я вас уверяю там столько всякой хрени которая наполняется чтобы создался инстанс контроллера что просто это сделать невозможно поэтому вернее возможно новым для этого потребуется отдельные усилия и тратить их для того чтобы протестировать отправку нотификации это просто нереально поэтому что правильно я вот здесь вот первым делом давайте прям файл давайте я создам вот этот натификейшн менеджер ну пусть он также называется . с и у для там эти кейшн менеджере я ну давайте вот так вот вар натификейшн менеджер по и не так написал менеджер лимонагер по-русски да я его создам делу инстанс натификейшн менеджер и вот здесь вот я вот у него дёрну вот этот вот метод и собственно говоря вот этот метод я прям вот так заберу отсюда и зайду в этот менеджер и здесь это сделаю ну во первых публичным вот таким вот образом и во вторых не статичный что собственно говоря уже освободить память когда я выйду из этого использования то есть уже какой-то близкая да там получилось юнит тестирование то есть давайте закроем старый откроем новый тест так и вот здесь у меня уже получается юнит тест и как бы создать создастся он этот юнит тест и мне будет что здесь тестировать дабл клик здесь и теоретически я могу сейчас переключиться на юнит тест и давайте я счету эту штуку скопирует на самом деле тоже важная штука она позволяет отображать правильно в общем-то настройка длине тестов она отображает метод названия и есть единственное что нужно сделать посмотреть его свойства и сказать а он уже готовится отправляется в бин папку если собственно игра все нормально теперь давайте запустим а мне нужно переключиться вот сюда где он теперь это стартовый давайте проверим во первых что все работает после этого рефакторинга да все работает а теперь давайте сделаем мини тест она смотрите у меня две коллекции юнит тестов вот у меня тот файл который мы только что создали вот в нем тесты и он собственно говоря успешно успешно прошел прошу прощения говорится и здесь уже вот стоит галочка что юнит тесты прошли то есть я уже могу создать инстансы это уже хорошо поехали дальше следующим этапом мне нужно подготовить данные для теста я делаю таким вот образом и говорю что я буду тестировать и шутклей давайте назовем препар 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 допустим дата for что там email notification вот таким вот образом и собственно мне здесь как раз нужно этот препар дата и сделать что для этого нужно мне нужен какой-то сервис мы говорили о том что не давайте давайте прям смотреть в код вот смотрите у меня есть сентябликейша мне нужно протестировать вот эту часть кода она мне сейчас абсолютно слита в одну кучу и первое что мне нужно сделать разделить вот эти два функционала ну во первых мне нужно сначала приготовить данные положите какой-то класс а потом проверку что они у меня отправляется давайте сделаем невозможные из самого начала попробуем сделать вот это вот и и то есть целиком протестировать этот код я надеюсь что у меня получится хотя я уже пробовал мне не получилось но я хочу чтобы вы видели почему не получилось и так мне нужно в этот код отправить профили ну во первых теоретически я должен сентябликейшн каким-то образом передать эти профили потому что мне нужно симулировать в этом коде но давайте мы таким образом сделаем что у нас таки кейшн менеджер возвращается целиком и в нем якобы ну не целиком оригинальный наверное правильно сказать давайте попробуем вот этот вот суд вот прям сделать сент нотификейшн смотрите мне теоретически этот код ничего не возвращает то есть я не узнаю правильно не выполнился неправильно ли он выполнился более того я еще не знаю что здесь написать что я хочу проверять ну допустим true а что true нотификейшн не равен ну ну это так пишется ну я и так знаю что он не равен ну то есть что я должен по вашему здесь написать чтобы проверить что это заработал но понятно что существует всякие разные верифа и которые позволяют подождите сейчас я вспомню как это пишется ой ну конечно нет мне нужно создать абстракцию то есть сделать мог вот на эту штуку ну то есть я здесь в данном варианте я возвращаю реальный инстанс теоретически мне здесь тогда нужно сделать не вот так а сделать вар суд равно new мог он мне кстати здесь не установлен давайте его быстренько установим вот сюда мог вот таким ой мог не то написал вот он ну я сразу поставлю автофикчу в общем то я всегда использую автофикча это такая надстройка на собственно говоря фикчи то есть можно использовать кстати обратите внимание в германии то есть марк симон это сделал тот который как раз вот этот dependency injection метод в общем почитайте книжка очень хорошая так я его инсталяю и собственно я теперь могу здесь использовать мог потому что вместе с этим пакетом ставится и собственно мог заглушка так я хочу на менеджер вот он я могу здесь создать мог теоретически я могу с его сконфигурировать суд мог ой суд с этап ну у нас есть один метод который называется sent кейшн я здесь и замокать то я ничего не могу я могу сказать что он у меня выполняется то есть я ну то есть что я должен проверить что в этом тесте должен написать мне нужно проверить что он выполняется или что в этом методе формируются какие-то данные которые должны потом отправиться в другой метод я так думаю то есть вот пример того как это просто ну тупо невозможно покрыть унитестом потому что я не знаю что тестировать я могу здесь конечно извратиться и сделать там callback на вызове которого вернется что-то там ну это тоже вот таким вот образом можно сделать ну это в общем-то это хрень короче ребята если честно ну то есть так не делается и я вот думаю что вам доказал что это так не делается давайте для начала сделаем простой вариант вот send notification пусть у меня возвращает не void а булл да какое-то значение и я могу сказать что у меня var result равен в данном случае в данном случае равен какому-то булевому значению ну true или false и я должен сказать что у меня вот здесь вот как раз вот этот самый result то есть говорит о том что я отправил давайте запустим это тест на выполнение так я уже а ну да я сказал здесь булл и теоретически я могу здесь сказать вот так и return is sent ну вот в данном варианте мне не потребовалось много о чем у меня здесь is sent о это пачка давайте скажем вот так all что они все у меня ну вот так вот короче all да вот таким вот образом ой не дописал что у меня все булева значения равны true и вот теперь я могу запустить этот метод на тест я смотрю и что и он у меня выполнился но я но у меня нет гарантии что он выполнится давайте я покажу вот таким вот образом то есть теоретически это будет работать но я не смогу этот тест заказать по-другому потому что то есть я не могу сделать варианты этих давайте f11 нажмем я здесь получу данные если у меня будет база данных то мне здесь будет инстанс новый создаваться то есть здесь у меня singleton это создается когда используется db-контекст это должно прокидываться откуда-то ну вот отсюда да то есть через конструктор соответственно мне это нужно будет замокать у меня здесь может быть в базе ничего у меня может быть не быть подключения то есть вариантов замокать вот это дальше у меня просто их не получается просто физически это сделать и так допустим у меня все-таки пришли эти данные допустим я здесь создал какой-то инстанс и в данном случае это у меня простой класс а в том оригинальном приложении это совсем даже не простой класс вот и здесь у меня получились какие-то данные здесь я создал новый e-mail sender соответственно я пытаюсь отправить и у меня в этот send попало булево значение где вот он у меня в сенде уже true и соответственно у меня их там 3 давайте вот сюда control f10 скаканем f10 все месседжи у меня здесь получается true данный тест прошел но что этот тест тестирует на самом деле у меня нет проверки что у меня сгенерировался subject у меня нет проверки что у меня правильно сгенерировался body теоретически я могу их разделить на интерфейс и проверить каждый из них то есть то что у меня отправилось это да то есть без вариантов но что отправилось из чего сгенерировалось какое количество профилей полпали ли туда профили у меня здесь все решается тем что это singleton который реальную коллекцию возвращает но как только я начну обращаться к реальной базе данных у меня просто физически не получится сделать это отдельно то есть мне нужно будет эмулировать ну например entity framework что на самом деле ну конечно в core версии это проще ну а если вы используете entity framework просто без core то есть старую версию шестую то это сделать очень сложно можно но очень сложно и это уже будет лишняя трата времени на то чтобы что-то симулировать чтобы это к вам попало то есть давайте еще раз покажу как я это сделал в рефакторинге смотрите у меня есть тесты который говорит о том что у меня смотрите отдельно есть сервис который получает профили и я его могу замокать в данном случае у меня здесь как раз приходит mock объект где он вот он я могу или кастомный задать для каждого теста либо сгенерировать свой собственный то есть по дефолту то есть значение null и задать что у меня на метод get profiles выдается всегда вот коллекция из одного теста и это дает мне право использовать эту штуку везде где мне удобно а не привязываться к базе данных которые тоже нужно тестироваться на секунду остановимся и собственно собственно сообразим что я собственно сказал когда вас в одном методе куча всяких зависимостей то симулировать этот файл ну то есть этот метод становится очень сложно особенно если зависимости какие-то находятся в разных других сборках или фреймворках или вообще в других сервисах если хотите поэтому я полагаю что вот этот метод нужно разделить несмотря на то что сейчас тесты прошли они прошли не потому что я хороший тестировщик а потому что у меня эмуляция базы данных поверьте мне и можете сделать кстати попробовать это сделать вам это будет сделать очень сложно итак что мне нужно сделать я для начала давайте создам папку которая называется contract и здесь создам iprofile я сейчас прямо докажу что это хорошо работает profile что там сервис csh нажимая enter мне здесь давайте я сразу буду делать реализацию здесь это будет public здесь будем допустим мы будем возвращать list of profile хотя можно возвращать profile для model get profiles таким вот образом и я не буду здесь никаких дополнительных фильтров наводить вот таким вот образом и по образу и подобию я скажу что эта штука должна она так у меня где-то здесь есть этот эмулятор я вот таким вот образом скопирую закрою и вставлю ну конечно же здесь нужно написать return вот то есть сейчас у меня появилась абстракция которая профайл сервис и для того чтобы эта штука у меня заработала мне нужно пойти в программу и сказать что вот этот вот notification менеджер вот сюда send notification мне уже нужно разделять да давайте вот таким вот образом сделаем я сразу разделю этот функционал при пара на notifications ой или при пара да это не важно на самом деле ну хотя пусть будет notifications и вот здесь мне нужно сказать чтобы сюда пришла вот та самая абстракция которая то есть те данные то есть из чего я буду готовить эти самые данные для этого мне нужно сказать вар что там профайл сервис равен юм профайл сервис и здесь сказать что у меня пойдет профайл даже знаете что я могу давайте покажу как я сделал если честно вот смотрите у меня есть get profile сервис и вот в этом профайл сервисе я вот он профайл сервис а я целиком опускаю профайл сервис да это кстати логично теперь я это сам вижу то есть я уже начал писать давайте допишу профайл сервис и соответственно мне нужно еще сюда какой-то генератор но пока не буду этого делать давайте вот так вот нажму да создать и вот у меня появился prepare notification где собственно говоря я могу использовать интерфейс уже и вот в этом месте я могу сказать вот это вот почти что вот так вот здесь ctrl v send мне не нужен и вот здесь у меня var pro files давайте вот так сделаем профайл сервис смотрите на самом деле здесь можно сделать получение в конструктор вот сюда ой в смысле в метод можно получить уже сами профили а можно получить зависимость тут на самом деле смотрите если можно отправлять не коллекцию я обычно отправляю не коллекцию в данном случае можно было получить уже коллекцию профалов и получать данные выше ну тогда бы это немножко противоречило тому что мы в методе получаем сначала профайл сервис потому что его можно получить из конструктора а потом обращаемся к профайл сервису получаем профили я хочу чтобы это было уже внутри вот этого метода где я получаю профили потому что для prepare notifications то есть для того чтобы приготовить мне нужны профили и коллекцию я могу взять из этого из этой абстракции называется iprofile сервис итак у меня здесь получается что данные вот я получаю но никуда не складываю здесь появляется но тот самый класс давайте его прямо скопирую и вот сюда вот так вот ставлю notification data здесь скажу что он находится в первом неспейсе и собственно этот у меня prepare notifications будет возвращать list of prepared как он notification data notification вот так вот data и соответственно мне нужно этот давайте его здесь создам вот так вот var data равно new notification нет new list notification data ой и соответственно мне вот этот вот return нужно сделать саму дату и здесь ее соответственно наполнит наполнение очень простое я хочу да 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 называется add new можно сразу ну давайте new notification data и здесь я скажу что я хочу что я хочу body у меня здесь уже получается body запятая дальше что там email это будет profile точкой user email запятая username это значит profile нет profile точка username или что там еще subject это будет как раз тот subject который был рассчитан в этом методе а дальше потом будет больше и так у меня уже есть разделение теоретически я могу здесь получить var data равно как раз сервис и вот эти вот данные отправить в этот дата и соответственно что мне здесь не хватает то что я данные отправлю мне еще нужен а email сервис который ну да конечно мне его нужно здесь давайте вот так вот я сделаю var email нет email сервис равно new email сервис вот так вот который у меня уже где-то был нет не было давайте его создадим эй так он его где взял он его не в том проекте взял нет мне так не надо давайте я его вот отсюда скопируем и где вот сюда вставлю вот у меня теперь здесь есть а у них теперь два странно а сендер он был назывался да давайте я тогда email сервис удалю отсюда его и email сендер ну в общем у меня привычка называть все сервисами я не буду изменять сервис несмотря на то что email сендер тоже хорошее название а вот и здесь у меня как раз этот email сервис теперь будет браться из моего приложения в 12 проверяем да из него берется отлично и теперь мне этот email сервис я его сюда прописываю email сервис и добавляю нет и добавляю вот сюда препар notification ой лист of notification data который уже является абстракцией грубо говоря данных то есть это уже не связано никак с базой данных я могу сюда прокинуть все что угодно просто создаст instance этого что если нужно email допустим сервис и теоретически я могу сказать что вот это вот мне не нужно профили мне теперь здесь не нужны я теперь беру здесь data давайте здесь напишем item и вот здесь я могу сказать что я из item беру username item беру user email насколько я помню item . subject да совершенно верно подсказывает visual studio и здесь соответственно body и вот такая штука и собственно да и получается что все можно даже вот так сделать ну лучше не надо вот ну и соответственно я теперь могу вернуть это значение то же самое как оно раньше возвращалось но теперь у меня есть два метода и соответственно мне нужно проверить что они работают давайте проверим ну в общем то ничего не изменилось рефакторинг не поломал наше приложение но теперь у меня появилась возможность давайте эту штуку уберу теперь у меня появилась возможность а у меня профайл сервиса нету давайте я вам отсюда скопирую давайте вот сюда и этот профайл сервис у меня будет здесь и и я покажу таким образом и да вот так вот но хочу да так сейчас секундочку я запутался вот ага у меня просто он не в сервисах лежит давайте создадим папку сервисы вот и вот он сервисы здесь сервисы и еще что-то там было дата манагер ну давайте создадим менеджерс и сюда положим вот этот самый менеджер где он вот как то вот таким вот образом это все получается со мной в контрактах нету а email сервис теоретически я могу его не создавать и использовать реальный класс но я обычно это делаю потому что а email сервис это абстракция на реализацию я могу использовать dotnet email сервис да в нем реализации или допустим есть сборок достаточно большое количество в нукет пакетах которые реализуют этот сервис и реализуют этот функционал по отправке email и поменять его в нужный момент в реализации или использовать разные варианты отправки это как бы дело ну очень простое да то есть сделать это на самом деле очень просто давайте я вот эту штуку вынесу чтобы разделить их вот таким вот образом это у нас сервисы да хочу вот да хочу и соответственно мне нужно теперь в этой папке обновить и так вернемся к нашим тестам смотрите мне нужно здесь первый вот таким образом давайте запустим что все работает и смотрите у меня сейчас задача стоит дальше сделать юнитест который позволит вот здесь вот проверить что у меня prepare notifications то есть соответственно здесь нужно писать prepare notifications и здесь мне нужен как раз ай профайл сервис но здесь это сделать очень просто у меня есть фикшер которая вар профайл что там сервис давайте его создадим это вспомогалка такая небольшая и я обращаюсь в фикшер которая должна мне помочь сгенерировать этот get профайл сервис сейчас у меня этого метода нет я его сейчас буду создавать почему фикшер почему они я могу не использовать вот этот фикшер я могу взять его здесь создать приватный ну или как некоторые люди говорят привейд ну в смысле правит метод который будет выполнять тот же самый функционал ну это дело привычки потому что все в одном месте это удобно я буду здесь получать ай профайл сервис так мне нужен да первый и я даже буду здесь получать не сам профайл сервис а его мог то есть макет на вот этот самый то есть натягивать на макета макета делать из объектов лучше всего из интерфейсов return new мак профайл сервис во и теперь смотрите у меня здесь есть профайл сервис я могу сюда положить взять от этого объект и теоретически у меня здесь как бы так что здесь не будет должен вернуться лист я должен сказать что мне здесь collection ой contains нет подождите мне нужно чтобы я уже запутался мне нужно что здесь count да то есть мне нужно понять что у меня здесь один объект ну давайте expected сделаем экс ой господи equals делаем вот expected я вот так вот обычно делаю и actual вот так вот делаю теперь мне нужно создать и сказать что const int expected вот он равен 1 я буду один профиль прокидывать а actual будет равен var actual почему собственно говоря я рекомендую этот actual и expected использовать код result . account тот человек который будет смотреть ваш код или вы собственно говоря можете сразу понять что в этом коде тестируете у вас expected будет говорить о том что вы ожидаете вы ожидаете ну вот здесь непонятно чем целое число я обычно делаю таким вот образом я ой total profiles instance ин instances я хочу получить один instance профиля и здесь я говорю result то есть теоретически это будет profiles вот таким вот образом actual expected говорит о том что вы тестируете и это просто найти когда вы знаете что искать в юнитестах обычно так и делается обычно опять же говорю и это вот как бы доказывает то что вот вы здесь увидите давайте запустим и проверим что эта фигня сейчас не работает потому что у меня мог и он не знает что с ним делать то есть этот метод не может выполниться потому что у меня здесь ничего нет то есть get profile вернул нул и это мы легко исправим а для этого нужно пойти вот сюда то есть get profile я хочу не просто создать мог а сказать это это как раз то для чего нужны вот эти вот юнитесты я могу сказать ему что для при вызове мы от метода get profiles и это и и и и и и и и могу даже сказать что темплей траве тест темплей как там вот так вот и дальше что там у меня есть юзер емейл равно тест емейл пусть как-то там вот так вот называется и соответственно юзернейм пусть тоже называется тест не важно как ой даже могу вот так сделать вот и соответственно у меня теперь уже здесь будет возвращаться один объект давайте запустим тест в общем получился не просто рефакторинг а еще показатель и выступления по поводу как это работать с юнит тестами смотрите у меня теперь профайл возвращает тот самый объект который состоит из тест 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 то есть я сказал что я хочу что у меня это абстракция возвращала вот эти данные и она пошла выполняться смотрите у меня пошло проверка и темплейт нейм у меня такого нету экзепшен это на самом деле часть проверки смотрите я возвращаю экзепшен ой то есть беру экзепшен получая и отсюда мы пошли плясать юнит если вот смотрите у меня этот тест нормальный но он задан неправильно а теперь я могу сказать что у меня есть другой юнит тест и шут нот препара дата форим н темплейт ну так вот я пишу name из в рот я опускаю некоторые эти ой значение вот что оно как бы получается что я не могу получить и здесь я должен написать как он называется там throw прошу прощения за мой английский throw экзепшен какой экзепшен out of range вот такой вот экзепшен я хочу здесь получить и я могу получить только когда когда дергаю вот этот вот метод control x вставляем сюда ну естественно что вот это нам теперь не нужно здесь я могу сказать вот таким вот образом и соответственно вот это нам теперь не нужно и запустим этот тест у нас экзепшен задан неправильно ой смотрите он прошел мы действительно получим экзепшен когда вызовем с неправильными параметра этот тест остается жить так поехали дальше есть у нас теперь тест который не работает но у нас есть возможность указать правильный темплейт который собственно говоря название темплейт который будет этот тест работать правильно смотрите я по умолчанию всегда делаю чтобы тест был правильный мне нужно какой-нибудь там реально рабочий пусть будет дефолт вот и темплейт я назову здесь вот смотрите можно параметрами задавать как бы варьировать ну я здесь задам такой правильный и сейчас у меня вот этот тест который изначально проходил вот этот вот он не пройдет ну и для того чтобы он проходил мне нужно вот здесь создать мог неправильный и отдать его туда то есть смотрите я здесь уже мог формирую и задаю правильное значение чтобы в других тестах это работало а в этом чтобы он не работал я хочу переопределить этот мог я делаю обычно так давайте просто покажу как я делаю вот я скажу что он ну да был по умолчанию этот мог объект ну давайте назовем про профайл сервис мог равен ну вот и я здесь проверяю если профайл сервис равен ну то создать новое замок его в противном случае так если профайл сервис равен ну вот так вот то давайте здесь вар мог вот так вот сделаем профайл сервис да вот так вот равен прям вот так вот я сделаю как обычно делаю вот так вот он мне не равен ну в противном случае мог профайл сервис равен где тут вот вот этот вот вот для красоты сделаем вот так и дальше вот это вот берем и настройки для него сделаем мог профайл вот мог что-то неправильно видимо написал вот мог профайл сервис то есть если я сюда ничего не опускают мы создаем его в противном случае мы говорим что у нас так так да все правильно это просто дальше двинем но ты в противном случае мы его если он не равен ну тогда говорим что у нас мог профайл сервис равен профайл сервис и его возвращаем то есть без каких-либо изменений и прокидываем наружу как раз тот самый мог профайл сервис что это конструкция это как бы есть некоторые нюансы потому что некоторые базовые настройки должны прокидываться то есть я могу здесь не только прокинуть новый или создать по умолчанию но и наполнить здесь уже готовый объект созданный из двух вариантов дефолтными значениями который будет использоваться в обоих случаях я сейчас делаю так же как я обычно делаю и таким вот образом здесь я скажу вар мог равен мог а профайл сервис вот оно и хочу задать у него значение мог так конкретный метод профайл сервис и ритур он как раз тот самый более того можно пойти на более глубокий уровень абстракции и создать ну допустим даже на вот эти варианты так лист я потался лист профайл все смотрите я вообще пустой отправляют и теоретически он у меня здесь вообще сейчас он конечно не пройдет и потому что у меня нечего здесь получать давайте все таки создам неправильный new вот так вот я сделаю и здесь скажу что мне нужен темплейт какой-нибудь в ронг ну а там уже собственно говоря ли не играет и так вот чтоб не подчеркнулся выполним этот юнит тест и мы должны получить экзепшен нет не получаем потому что давайте проверим почему не получаем экзепшен так потому что ага я его создал но собственно получилось фигня я его не отправил туда вот ну и сейчас тест прошел ладно пусть будет так но я спешу на самом деле чтобы сократить время смотрите вот этот примерно работает таким образом дальше теперь вот здесь этот тест у меня теоретически должен пройти потому что я здесь получаю правильный объект и это действительно так смотрите все прошло все тесты прошли поехали дальше этот метод у меня работает причем он у меня проверяется дважды где-то про файл где-то еще где-то вот где-то препар два варианта если перейти уже в юнит тест у меня здесь уже два теста видно что они вот на данном моменте оба проходят ну и здесь можно также проверить что у меня вот этот темплейт на самом деле это сам не очень хороший вариант я бы сделал еще дополнительное разделение просто как бы у меня постепенно мозги доходят new вот эта вот конструкция она очень плохая на самом деле то есть вот эти варианты которые вот ну в данном случае instance используется который потом дополнительные методы можно написать еще юнит тесты как раз на этот темплейт то есть получается что я вот этот функционал который создает new и выплевывает вот эти данные могу создать новый юнит тесты для вот этого темплейта ну для начала я бы его все-таки переназвал сейчас он называется темплейт правильно его называть темплейт генератор потому что он это не темплейт это то что генерирует шаблон и собственно говоря вот это подтверждается то есть темплейт генератор мы у него берем subject и body то есть получается что как раз функционал у него немножко другой поэтому я его переназвал и я могу темплейт генератор тесты написать которые будут проверять subject и методы и это уже будет другой уровень покрытия юнит тестами и вкупе когда все тесты пройдут я буду уверен в том что мне на всех уровнях получается что функционал работает ну давайте еще один юнит тест напишем для понта я думаю что вы уже наверняка поняли как это работает я вот таким вот образом скопирую напишу сюда и скажу что у меня it should что там он должен он должен send data ну не for наверное а by email вот таким вот образом и здесь у меня уже будет get так у меня здесь пока ничего нет что мне нужен email сервис вот который собственно будет отправлять давайте я посмотрю как я сделал прошлый раз вот давайте прям я скопирую вариант отправки вот send notification мне этот метод подойдет и я прям вот таким вот образом сделаю смотрите у меня здесь email сервис создается явный то есть реальный email сервис и здесь у меня а стоп у меня здесь должен быть первый вот так вот и таким образом я сейчас запущу этот тест мы проверим работает он или нет ну да он сработал потому что здесь я уже использую реальный и это кстати один из вариантов когда использовать или абстракцию или реальный тест то здесь у меня происходит set notification потому что мне нужны реальные данные которые я здесь и готовы более того я эти данные могу получить ну например вот таким вот образом а нет где-то у меня тут было препар вот get препар нет вот препар notifications я могу получить вот сюда профили вернее тут у меня не профили у меня notifications да давайте тоже правильно переименуем я поэтому собственно я запутался здесь у меня вот get profiles а вот есть data и здесь собственно у меня тоже будет data и здесь мне нужен объект который называется вот вот таким вот образом я построил собственно этот мини-тест давайте его выполним и соответственно ну да конечно надо сначала вот эти данные заменить на даты опс лишнее удалил секунду ой вот так ну и как вы видите даже несмотря на то что я уже сделал какой-то рефакторинг то что такое я уже сейчас по-другому код пишу и он также собственно а вот и не работает потому что а тут уже интересно смотрите когда я делаю сэнд нефть он мне говорит что данные давайте проверим F9 вот F11 мы идем по профилям сэнд у меня дата 1 есть и здесь у меня что email сэндер а ну вот email сэндер у меня здесь создается заново и здесь уже в нем получается отправка ну вот как раз тот вариант что у меня здесь стоит new тот самый new а тот который я сюда прокидываю он собственно говоря не используется поэтому у меня тест падает вот почему я могу сюда прокинуть email сервис тот самый о котором я говорил и так ну-ка куда он меня привел в третий контакт я его вот таким вот образом делал есть я его вот отсюда скопирую переведу в контракты здесь поставлю что он у меня теперь один и мой email сервис я сделаю наследником от этого email сервис из приложения номер один здесь сделаем а вот здесь был send email а я здесь сделал вот такой в общем-то это рояль не играет давайте это уберя у меня появилось некоторое количество ошибок я сюда это email сервис прокидываю теперь этот email сервис мне здесь инстанцировать не нужно почему это плохо потому что когда я здесь инстанцирую простой объект это реально работает и вы видели что тесты у меня сработали а вот когда я уже ой а когда я буду использовать более сложный объект мне придется здесь хреновую тучу всяких дополнительных телодвижений делать чтобы наполнить этот реальный объект нужными данными допустим там 10 вливаний и мне их здесь нужно будет симулировать именно в юнит тесты это уже некоторые сложности накладывает вплоть до невозможности их генерации давайте посмотрим что у нас здесь есть а email сервис у нас email сервис f12 а на что он обижается на сервис ну так будет понятно f12 непонятно почему обижается надо прочитать конверт email сервис тут email сервис еще раз email сервис у нас наследник email сервис все верно здесь на сцент notification email сервис а ну да собственно говоря здесь нужно сделать приведение email сервис и тогда он это все проглотит ну теоретически это таким образом делается смотрите здесь как раз выручает контейнер потому что контейнер по требованию на интерфейс выдает его реализацию в данном случае ну давайте проверим что во-первых программа работает нет она не работает это уже хорошо сейчас посмотрим где-то что-то object reference ну давайте прям вот так вот это уже прям становится интересным мы сейчас нам что-то нарвемся f11 мы идем email сервис а ну вот email сервис у нас ну потому что она email сервис не смогла привести может быть он у меня не тот нет тот ctrl минус давайте сюда поставим email сервис здесь а так это у нас профайл таким вот образом enter и из консольного возьмем и здесь из консоль 1 возьмем и проверим что работает сейчас мы найдем где эта собака порылась давайте запустим f11 мы пришли email сервис пришел проверяем запускаем да теперь все работает да вот отобразилась ну а теперь запустим тесты посмотрим что не работает да тот самый не работает потому что мы здесь создали реальный email сервис и теоретически я могу здесь отправить мог но смотрите во первых у меня здесь нужно чтобы был интерфейс я все-таки хочу чтобы интерфейс и так сделаем отлично и ошибка у нас давайте проверим что приложение снова работает просто смена интерфейса f5 да приложение работает теперь смотрим почему сломались тесты ну смотрите вот я сейчас как раз поймал ту проблему когда изначально код написан не совсем корректно и приходится его модифицировать для того чтобы натянуть на него тест и у меня началась путаница в том какой интерфейс ну правда у меня есть нюанс в том что я использую дубликаты но суть сводится к тому что если писать сразу правильный код который будет юнит тестируемы то это позволит вам сократить время на поддержку вот этих юнит тестов давайте проверим мы сюда пришли юнит тест у нас есть мы проверяем данные у нас есть и да есть и мы проверяем отправку и айтем у нас добавился sent rabbit true то есть у меня мыло наоборот отправляется а я проверяю что оно не отправляется ну да поэтому тесты падает и это на самом деле глупо вот и теперь я запущу все юнит тесты во всех приложениях собственно говоря то есть они у меня сейчас работают и я думаю что нет смысла дальше продолжать в принципе я надеюсь что вы поняли единственное что я еще вот этот вот поставлю вот сюда и скажу что мне здесь нужен email сервис я этот метод скопипачу если так можно выразиться get email сервис вот такой вот здесь тоже создаются муки и я его просто сюда продублируем вот и и нет вот тут там нет уже не нужно и соответственно у меня теперь вот этот email сервис вернет мой сервис а здесь 12 мы сделаем вот таким вот образом и проверим что у нас это работает отлично и теперь у нас здесь не работает а не все работает а здесь у нас конверт email сервис контракт 3 почему контракт 3 то мне не нужно в контракт 3 и на email сервис 12 вернуть email сервис а вот вот эту штуку нужно убрать вот и теперь еще раз запустим сервис тесты ой что-то поломата а ну да конечно мне здесь нужно объект поставить да все все реально давайте еще раз запустим убедимся что это все работает ну в общем я надеял не работает а потому что у нас здесь возвращается false true я догадываюсь почему потому что давайте еще раз займу ваше время и запустим этот тест в режиме отладки f11 мы идем email сервис у нас есть объект есть notify username test есть send false почему ну вот здесь нужно примерно вот сюда пройти control f12 ага email у нас может быть пустой да поэтому вернулся false установим тест и запустим его еще раз в дебаге чтобы попасть в этот метод f10 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 ой нет f11 а я туда почему-то не попал смотрите вот в чем проблема так я сейчас сюда приду у меня у меня вот этот вот f12 и у него давайте еще ctrl f12 нет вот он у него реализация так один момент дебаг что-то не догоняю f11 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 ага все понятно смотрите он не попал в реальный метод потому что я его замокал и да это конечно я проперся но ничего страшного так тоже бывает так для начала остановить приложение вернуться в юнит тесты и вот у меня мог у меня на send email вот на empty она вернет false и как говорится если ну здесь нужно сделать такую же примерно конструкцию чтобы можно было по умолчанию задать я здесь конструкцию сделал но она переопределяется в любом случае то есть теоретически давайте поправим таким вот образом как было вверху mock опять же email service и мы его создадим mock email service вот таким вот образом а здесь скажем если email сервис у нас равен ну ну то есть если он пришел тогда мы создадим новый вот таким вот образом в противном случае мы скажем else используй тот самый email сервис который пришел из ой мог email сервис равен так вот то есть здесь у меня пришедший всегда пустой давайте здесь по умолчанию давайте я вот так сделаю сейчас здесь поставлю и и стрель то есть если придет любая строка сейчас этот тест у меня пройдет да и теперь когда я захочу проверить что у меня нету ну и здесь should not ну то есть не должен set notification when one empty какой-нибудь там email empty и здесь я сделаю по такому же принципу я создам дополнительный mock var email mock и вот здесь вот давайте сделаем какой-нибудь custom да email mock вот равен you mock i email service вот таким вот образом и этот custom email сервис я задам как раз чтобы там был email пустой в данном варианте и вот таким вот образом его пересоздам и отправлю сюда этот custom но в первый взгляд выглядит сложно но это сложно потому что достаточно простой пример когда у вас будет более сложное приложение и другие зависимости более сложные то вот этот вариант ну в общем он меня всегда спасал теоретически он должен вам помочь давайте запустим это приложение и в данном случае у нас false но если у нас здесь ну мы должны false здесь поставить он проверит что он не отправляет или это действительно собственно говоря должно быть так как вы видите все тесты прошли теперь запустим вообще все тесты ну и как вы видите я продублировал то что написал в начале на то что сейчас написан уже после рефакторинга в оригинальном так сказать приложении вот друзья на этом нужно заканчивать потому что и так было на самом деле много информации возможно она была не очень простая пожалуйста пишите в комментариях нормальный ли вам такой формат нужны ли вам подробности в некоторые детали для некоторых моментов и я с вами на этом прощаюсь всего доброго и пишите правильный код